Развезли гуманитарочку, пораздавали людям, сейчас еще надо, а еще в одно место заедем, тоже дораздадим, потом поедем еще собачек покормим, тоже вкусняшек. Ну, вот такой у нас день, как обычно. Люди, не теряйте своего лица, какая бы ситуация в жизни не происходила, всегда оставайтесь людьми. Будьте человеками. Душа, не путешь ни за какие идти, а совесть тем более. Поэтому все возвращается. Все всем. Просто мы регулярно сталкиваемся с тем, что... Сталкиваемся с обманом, с небольшим разочарованием, потому что хочется верить в лучшее. Да. Люди даже манипулируют людьми, берут с собой инвалидов, хотя видно, что есть, которые действительно нуждаются в помощи вообще. Ну, они тихо сидят, они просят. А кто больше, как показывает практика, кричит, вопит, что у нас ничего нет, тот просто обманывает. И на самом деле не так он нуждается в помощи, как кричит об этом. Но наша совесть требует героических поступков, поэтому мы мчим вперед, нас зовет дорога. А вот так вот мы ездим по Харькову, видите, какие дома здесь живут люди. А вот им тоже требуется помощь, поэтому мы развозим. Вот так вот, и такое бывает. Фу, вот мы приехали к этим нахалятам. Мурчик, Рэмчик. Посмотрите, какие тут последствия еще. Обалдеть. Ты сейчас снесешь, Мурчика. Рэм, Рэм, сейчас мы тебе вкусняшку дадим. Там вкусняшка тебе. Иди, иди сейчас попробуй. А ну-ка тебе сейчас дадут вкусняшку. А ну-ка, давай. Что там дают? Вкусно? Да. Говорит, сейчас домой понесу. Сейчас домой понесу. Пошли. Мурчику тоже корма дали. А знаете еще что? Вот обратили внимание зрители и написали. Ведь действительно, когда приезжаю, они голодные эти животные. Но они в первую очередь идут ко мне, а потом только начинают корм кушать. Вначале их надо погладить, немножко полелеять. А потом лишь только они приступают к еде. Вот такой немаловажный нюанс. Вот смотрите, прыгает. Ах, какой довольный. Вот так вот, да. Вот так вот ты. Да, да. Ох, какой ты. И даже ни разу не хочешь погавкать, да? Вот такая злая собака. Вот такая. Сейчас. Смотри тебе что. Вкусняшку какую. О, Рома тебе что дает. Все. И еще, и еще. Все тебе. Видишь? Да, спасибо сказал. О, так вот. Прям не знаю, как благодарить уже. Ах, ты ж Нида. Как ласки хочется. Все, и косточку бросил, лишь бы погладили. Посмотрите. Вот такой, вот такой. Да, да. Он, бедолага, не знает, что хватать. Мы ему и сухого насыпали, и косточки дали. Он и то погрызет, и то. Ну, как всегда, он голодный. Ну, на цепи, ребят. Я не могу, владелец не разрешает спускать с цепи, как бы, дабы не было конфликта с ним, все-таки пока собака на цепи. Ну, я имею доступ, чтобы кормить ее, потому что она, видите, тощая, голодная, как обычно. Ну, не хочу просто, чтобы конфликты, какие-то скандалы были. Как бы, мое дело собаку покормить, а не конфликтовать. Ну, а Рома, конечно, в шоке от содержания и от того, кто владелец, потому что Рома такое тоже не понимает, как так можно. Мы описали ему угол дома. А почему мы? Ты? Мы команда. Я понял. Мне там нахоленку тоже насыпали. Вот, вот. Да? Вот, вот. Водички попить, покушать. Но где-то косточку уже забрал. А посмотрите, как отполировал. Видите? Вообще. Вообще. В общем, тут заборчик немножко пострадал. Еще даже больше трещины пошли. И вот так вот. Все уже по фундаменту тоже начало заваливаться. В скором времени вообще он упадет. У него уже наклон такой большой. Вот это все вывалилось. И я не знаю, дом было, нет. Но вот здесь трещину видно между окнами. Но вот ближе вот к этому окну вот она трещина туда пошла. Не знаю, была, не была. Показываю, как есть. Ну, а теперь Ремчик ходит туда-сюда вообще, не напрягаясь. Пока мы вокруг да около, у нас этот нахоленок утянул еще косточку. Здесь пакет оставили, пока рассматривали повреждения. Ну, Ремчик, он время не терял. И быстренько еще косточку стырил у нас, говорит. Но шелкать здесь нельзя. Да. Ну, по коням. По коням, по коням. Ребят, совсем забыл сказать. Сейчас кормили. В общем, корма закончились у этих собачек, кошечек. Не показал сплат, но я думаю, и так поверите. В общем, если кто-то желает помочь кормами, финансово, я всегда за. Вы знаете, что в описании под видео есть контактная информация. Сможете связаться, если есть желание и возможность, опять же. И большая благодарность всем тем, кто все-таки старается помогать. Возвращаясь к теме вопросов о рыбках и перерождении. Василий, а если бы ты в следующей жизни переродился бы, какую бы породу собачки был? Никогда не думал. Породистую, не породистую. То есть, вольной бы ты был псинкой. Или на цепи, да? Да, или на цепи бы сидел. Верно бы служил хозяином. Слушай, я о таком не думал. Переходил бы от сучьей свадьбы до сучьей свадьбы. Глядишь, по дворам бегая от этого. Слушай, вот скажи, пожалуйста, что? Какие препараты тебе помогают вот так вот рассуждать, фантазировать? У тебя, наверное, много свободного времени? Нет, свободного времени как раз вообще нет. Много всего, но память уже немножечко страдает. На телефоне? На телефоне в том числе, да. Поэтому жмите колокольчик. По-любому. Далее этим нахалярому. Еще косточки. Они теперь довольны, но Джесси вам прячет. Прячет. Ну, понравились. Сейчас еще поделим. А ну-ка, как собачник, поделим поровну. Кому какой кусочек. Ему? Ну-ну, на тебе. На тебе еще. Дружочек, ты кайфуешь, да? Вкусно? Барышня вообще прям с мясом. Барышня, наверное, ее сюда лучше вылезти и посмотреть. Барышня? Ну. Ее лучше сюда дать ей, чтобы она здесь стояла. Иди сюда. Потому что она прячет. Да, она прячет. Рыба. Да. Рыба. Продолжение следует...